Друзья, мы начинаем служение без опозданий, и мы сейчас начнем прославление. У меня сразу просьба отключить телефоны, звук у телефонов, чтобы он нам не мешал и не мешал нашим соседям. Давайте это сделаем сразу же. И мне бы хотелось в самом начале служения сказать о том, что Бог любит каждого из нас. Ничего особенного, я так знаю. Но вы знаете, мы многое знаем. И мы научены из Писаний, и зачастую мы бываем очень сильно такие умные. Мы знаем, как нужно, что нужно. Но самое главное, в последнее время просто об этом задумываюсь. Все, что мы делаем для Бога, очень важно делать, во-первых, с Ним. Во-первых, с Ним. Как, просто слушая недавно одну проповедь, такую мысль услышал, как один очень такой уважаемый старый служитель, на самом деле помазанный Божий. В конце своей жизни у него была такая беседа с Богом, и Бог ему сказал, я говорю, знаю все твои дела, ты много для меня сделал, но мне бы хотелось, чтобы ты это делал со мной. Знаете, вот и с одной стороны, хорошо, когда мы делаем много дел для Бога, но наиболее важное это делать с Ним. Потому что Он не хочет, чтобы мы делали что-то без Него. Потому что без Него можно сделать много всего. И без Него люди строили даже башню до небес, вавилонскую. И вы знаете, на самом деле мы созданы по образу и подобию Бога, и Бог нам дал творческие способности, Он дал нам на самом деле много всего. И мы можем такого наворотить. И Бог это знает. И зачастую, на самом деле, это сильно мешает нам. Сильно мешает нам. Когда у нас много талантов, таров, и мы хотим их использовать, и это вообще хорошо. Потому что любой талант, который Бог нам дал, он не просто так. Но Бог хочет, чтобы мы это использовали, чтобы мы работали вместе с Ним. Вот об этом просто думаю в последнее время особенным образом. И моя молитва о том, чтобы на самом деле все, что мы делаем, это мы делали с Ним. Вот вообще все, абсолютно все. Но для того, чтобы делать с Ним, нужно, во-первых, принять, услышать от Него, что Он хочет. И вот об этом в последнее время тоже говорится, вот на молитвенных служениях. Услышать от Него, что Он вообще хочет. Не просто Ему говорить, 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 делать, 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 а услышать то, что Он хочет, и двигаться вместе с Ним. И может быть, это не будет даже, знаете, так много, как мы себе это представляем. В нашем понимании, в моем понимании, многие годы на самом деле, многие годы было это вот, чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Но это в человеческом восприятии, это так и есть. Чем больше, тем лучше. На самом деле, Бог зачастую смотрит на эти вещи по-другому совершенно. И не всегда, чем больше, тем лучше. Не всегда. Поэтому просто нам важно принимать от Него, слышать Его, любить Его. И всё, что мы делаем, делать вместе с Ним, делать исходя из нашего внутреннего состояния. Потому что когда мы делаем из любви, когда мы делаем вместе с Ним, то мы никогда, никогда, никогда не сможем никого задеть, никого ранить. Мы не устроим какие-то войны религиозные, которые, к сожалению, сегодня случаются сплошь и рядом. Мы не будем так обличать своего ближнего, чтобы это в нём вызывало какое-то смущение, какое-то, знаете, сжатие. Потому что когда мы это делаем вместе с Богом, то это приводит к положительному результату всегда. Это всегда приводит к сокрушению сердца, а не к ожесточению. Потому что человеческие слова, даже правильные слова, они приносят только ожесточение. Но когда Бог говорит, это всегда приносит плод, мирный плод и покаяние. Я не знаю, к чему я это не планировал говорить, но я понимаю, что это нужно сегодня кому-то, а может быть, очень многим из нас, это нужно в первую очередь мне. И поэтому давайте мы сейчас поднимемся и мы попросим, чтобы Он руководил нашим служением, нашей жизнью, нашим движением, нашим прославлением, чтобы Он руководил, чтобы мы всё, что мы делаем, делали вместе с Ним, исходя из нашего благодарного сердца, а не просто из того, что мы должны что-то. Мы не должны ничего никому, кроме взаимной любви. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты меняешь наше состояние, Господь, наше состояние сердца, Отец. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что всё, что Ты делаешь в нас, Ты делаешь любовью, Ты делаешь из любви. Господи, мы благодарны Тебе за то, что мы можем, как дети Твои, Господь, прийти к Тебе, такие, какие мы есть. И Ты принимаешь нас, таких, какие мы есть, Господь. И Ты врачуешь нас, Ты обнимаешь нас, Ты наполняешь нас своей любовью, Господь. Ты обличаешь, Господи, но это обличение, оно приводит к покаянию, Господь. Оно приводит, Господи, к какому-то сокрушению сердца, Отец. И мы хотим, Господи, на самом деле, мы хотим двигаться с Тобой. Мы хотим, Господи, когда мы поем Тебе, когда мы прославляем Тебя, чтобы это было на самом деле из нашей внутренности. Не просто потому, что кто-то это сказал, не просто потому, что это кто-то делает рядом с нами, Господь, но потому что мы благодарны Тебе, Господь. Потому что мы благодарны Тебе, Господи, потому что Ты взял нас, Ты возлюбил нас, Господь. Когда мы были еще грешниками, Господь, и Ты умер за нас, когда мы еще не знали Тебя, Господь, и когда мы творили всякое зло, Ты тогда уже умер за нас, Господь, потому что Ты знал нас и любил нас, Отец. И мы благодарны Тебе, Бог наш, то, что Ты поднял нас и омыл нас, и убелил нас, Господь, восстановил, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь и изливаешь потоки Своей благодати на нашу жизнь, Господь, несмотря ни на что, Господь. Благодарим Тебя, Господи, за Твою безусловную, всеобъемлющую любовь, которую Ты изливаешь потоками, Господь, с неба. Благодарим Тебя, Иисус, за жертву Твою, которой мы спасены, которой мы спасены, Господь, от огня, Господь, которой мы спасены, Господи, исцелены от всякого сомнения, Господи. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, Господь наш Бог всемогущий. Благословляем имя Твое, Бог наш. Аллилуйя, прощи керамасу, слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Жертва Иисуса Христа Я спасен от огня Ранами Иисуса Христа Я исцелен Нет сомнения Кровью Иисуса Христа Я обык от греха Через смерть Иисуса Христа Мне дана Жизнь вечная Жертва Иисуса Христа Я спасен От огня Ранами Иисуса Христа Я исцелен Нет сомнения Кровью Иисуса Христа Я обык от греха Через смерть Иисуса Христа Мне дана Жизнь вечная Благослови, душа моя Господа Господа И вся внутренность моя Святое имя Его Благослови, душа моя Господа О, Господа, благослови И всем не забывай Все от благодия Него Я верю в Голгофскую жертву Кровь святую Твою Жизнь вечную То, что имя мое Записано на небесах Я верю в Голгофскую жертву Кровь святую Твою Жизнь вечную То, что имя мое Записано на небесах Я верю в Голгофскую жертву Я верю в Голгофскую жертву Кровь святую Твою Жизнь вечную То, что имя мое Записано на небесах Я верю в Голгофскую жертву Просветую Твою, жизнь вечную То, что имя мое записано на небесах 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 Аплодисменты Аплодисменты Аллилуйя Господь сегодня здесь. Господь сегодня здесь и Его могучая сила здесь, чтобы спасать, чтобы исцелять, чтобы врачевать всякую душу и всякое тело, всякий разум. Господь сегодня здесь. Я поднимаю с верою руки к тебе. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Вся слава и честь тебе. Вся слава и честь тебе. Я поднимаю с верою руки к тебе. Я принимаю все, что ты совершил для меня. Вся слава и честь тебе. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для тебя. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Вся слава и честь тебе. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для тебя. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Я принимаю все, что ты совершил для меня на Голгофском кресте. Слава тебе, Господь Иисус. Господь, Небесный Отец, я прошу тебя, Господи, чтобы ты коснулся сегодня вот тех людей, Господь, которые имеют нужду в исцелении, в исцелении души, в исцелении тела. И ты можешь просто руку поднять, и мы давайте будем молиться, Отец Небесный. Господи, знаешь, Господи, в чем кто нуждается. И мы просим тебя, я знаю, что это по воле Твоей, Господь, по воле Твоей, Господь. И если кто-то рядом стоит и видит поднятую руку, вы просто возложите руку на соседа, и давайте вместе помолимся. Отец Небесный, Господь, коснись этих людей, Господь, коснись этих людей, Иисус. Боже, пусть Твоя сила исцеления, Господь, она коснется каждого, кто нуждается в этом. Будь то душа это, или тело это, Господь, или это разум, Господи, Боже, мы просим Тебя, Господь, чтобы Твой елей, елей исцеления, Господь, он просто проистек с неба на каждую плоть, Господь, на каждую душу живую, Господь. Боже, пусть всякая рана, она будет исцелена, пусть всякая болезнь, она будет удалена, потому что Ты, Иисус, взял всякую немощь и болезнь, Ты взял всякое проклятие, Господь, и мы исцелены от всякого проклятия, мы исцелены от всякой болезни, мы исцелены, Господь, от всякой поражающей силы, Господь. Боже, благодарны Тебе, Господь, за восстановление, за восстановление, за восстановление, Господь, потому что Ты это сделал для нас, Господь. Мы принимаем через веру, мы принимаем через веру, Господь, исцеление, обновление разума нашего, Господь, исцеление души и исцеление нашего тела во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Бог наш, благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Аминь. Иисус, вначале Ты был Словом, Со Всевышним был Одно. И слава, скрытая в творении, В Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Ты, Царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Ни с чем не сравнить Его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Мечтал Ты в вечности быть с нами, Иисус, Ты сам спустился в нас. Твоя любовь покрыла грех мой, Теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог, Ты, Царь мой Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, Ни с чем не сравнить Его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, Из мертвых воскресных нет больше завесы, Заставил умолкнуть грех и смерть. Триумф одержал их, И в жизни восстану, Не заглушить палы небес. Из мертвых воскресных нет больше завесы, Заставил умолкнуть грех и смерть. Триумф одержал их, И в жизни восстану, Не заглушить палы небес. Нет тебе равных, Тебе нет подобных, Сейчас и вовеки, Брать Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех немен. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя не сила, Бог, Ты царь мой Иисус Христос. В Твоем имя не сила, Бог, Тебе покорится все, В Твоем имя не сила, Бог, Иисус Христос. Твоем имя не сила, Бог, Иисус Христос. Твоем имя не сила, Бог, Иисус Христос. Благодарим Тебя, Иисус Христос. Он восстал вновь. Слава Тебе, Бог наш! Благодарим Тебя, Господь! Поклоняемся Тебе, наш Бог! Превозносим Твое имя, Господь! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Господь! и славы и всей волоса до вышних я поклонюсь тебе достоин славы и всей волоса до вышли я Я в руке Твоей, мой Господь, Ты мое дыхание, Без Тебя я не могу. Я не могу. Мой Господь, надежда, упование мое, Без Тебя я не могу. Превозноси, не перестану, Имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний, я в руке Твоей. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний. Я в руке Твоей на моих устах. Хвала Тебе, Господь Святой, Господь Святой. Хвала Тебе, Господь Святой, Господь Святой. На моих устах хвала Тебе, Господь Святой, Господь Святой. Поклонюсь Тебе, Господь Святой, Господь Святой. Поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей, О, Сановышний. Я в руке Тебе, Господь Святой, Господь Святой, Господь Святой. Слава Тебе, Господь! Господи, я прошу Тебя, чтобы те из нас, Господь, которые сегодня не знают истину, чтобы они услышали слово истины, Господь, и стали свободными. Бог мой, я знаю, что это самая большая привилегия для каждого из нас, узнать истину, Господь. И Твоя истина, она заключается в том, что Ты, Иисус, сошел с небес, Ты взял наш грех, Ты взял наши немощи, болезни, наши проклятия. И Ты принял это на Себя, Господь. Ты вознес это на крест. Ты умер и воскрес. Ты умер, но Ты и воскрес. Господь, Господь, для нашего оправдания, для того, чтобы дать свободный доступ к Отцу через кровь, через веру в Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность прийти к Отцу, такие, какие мы есть. Не из-за дел, не из-за чего, Господь. Но просто потому, что Ты так захотел, и мы просто принимаем через жертву Иисуса Христа. Мы принимаем, Господь, спасение Твое. Мы принимаем и мы благодарим Тебя, Господь. И это не может даже как-то уложиться в нашей голове, Господь. Как это так? Так просто? И в то же время так сложно. Господи, я прошу Тебя, чтобы Твоя истина, истина в том, что Иисус умер за нас и воскрес, она проникла в самое сердце, Господь. В самое сердце, Господь. Чтобы мы не просто разумом нашим понимали или познавали Тебя, но чтобы мы познавали Тебя своим сердцем, своей внутренностью, Господь. И Ты входишь в эту внутренность, и Ты помогаешь нам открывать Тебя, Господь, Дух Святой. Ты здесь, Ты с нами, и Ты наш помощник, утешитель. Ты наш советник, Ты наш друг. Двигайся и действуй в каждом сердце, в каждой душе живой, Господь. Открывай нам, Отца, открывай нам, Господь, глубины Твои, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за вот это великое действие, это таинство, которое непонятно, Господи, но которое есть. Благодарим и славим Тебя, наш Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу за Бога. Ведь если бы не Бог, то не дай Бог. Так, у нас дети-то есть? Есть. Слава Богу за детей. А детское служение есть? Есть. Выходите. И сегодня у нас, кто ведет детское служение? Маша, да? На сцене. Слава Богу за подрастающее поколение, которое уже может взять в свои руки вот эту инициативу, эту эстафету и просто двигаться, заниматься с детьми. И вот эти детишки, да, вот сегодня, они такие, да, пройдет совсем-совсем немного времени. Время летит быстро. И они уже станут вот такими. А кто-то и вот такими. Мы уже видим такие примеры. Вот. И они будут служить Богу, потому что наши молитвы, они не остаются тщетными. Наши молитвы за детей, они уходят наверх и спускаются вниз в виде измененной жизни, в виде жизни, которые посвящены Богу. И давайте мы сейчас вместе помолимся в этой молитве с согласием, что мы, если мы согласны молиться за одно и то же, эта молитва согласия, она имеет огромную силу. Господь, Господь, Небесный Отец, мы благословляем наших детей, Господь, которые здесь есть сегодня, вот в церкви, или которых сегодня нет, Господи, и малых, и больших. Господи, мы благословляем, Отец Небесный, вот нашим родительским благословением, Отец, и мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты держал их в своих руках всегда, Господь, не отпускал, Господи. И даже если будут такие периоды в жизни, когда они по каким-то причинам, Господи, будут отходить от Тебя, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты вернул их, вернул их на свои пути, Господь. Благослови, Отец Небесный, конечно, наше желание, чтобы они всегда были на Твоих путях, Господь, но мы, Господь, просто доверяем Тебе, мы доверим Тебе, Господь, вот это водительство их, это их жизнь, Господь. И мы благословляем их жизнь, чтобы она была наполнена Твоим присутствием, Господь, чтобы она была наполнена Духом Святым, Господь. Просто благодарим Тебя безмерно за то, что у нас есть на кого положиться, Господи Божий, это Ты, и мы просто доверяем еще раз и еще раз наших детей Тебе, Господь, Твоей руке, доброй, просто защищающей, оберегающей, благословляем их во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, дорогие, сегодня у нас насыщенное служение, у нас сегодня много проповедников, по-моему, десять, если я не ошибаюсь, да? Шучу. Так, что? У нас сегодня пастор проповедует. Выходи, Сергей. Приветствую вас всех. Я еще не проповедую, я хотел бы, чтобы мы помолились, вот, Данил и Ревека, пожалуйста, приходите. Они планируют вступить в брак, вот, стать мужем и женой. Давайте мы сейчас все встанем и помолимся, благословим их, да, чтобы они хранили себя до свадьбы и берегли себя. И, ну, когда-то в скором времени состоится у них свадьба, чтобы Бог благословил все устройство, да? Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Данила и Ревеку. И мы молим Тебя, благослови их, Господь. Благослови их предстоящий брак. Мы благодарны Тебе, Господь, что новые семьи рождаются у нас в церкви. И мы просим Тебя, Духом Святым, веди их, храни их, Господь, в чистоте и святости. Благослови, Господь, пожалуйста, их взаимоотношения, подготовку к свадьбе. Благослови, Господь, каждый шаг их жизни во имя Иисуса Христа. Мы отдаем в руки Твои эту прекрасную, очень красивую пару. И всю славу и честь воздаем Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Пусть Вас Бог благословит. Пусть Вас благословит, да. Слава Богу. Вот, и сейчас, Саша, Саша, брат Александр, вот, передаю микрофон, сегодня Саша, он больше похож на священника, у него есть борода. Да, да, бывает так, когда на работе люди хулиганят у меня, я им так и говорю, ну, меня так и прозвали батюшка на работе. Я говорю, Чада, будешь хулиганить, возьму лопату за другой конец, я крещу тебя по хребту. Ну, ладно. Знаете, что, я сейчас вообще в таком легком шоке, ну, хорошем, потому что, получается, я как с корабля на бал. Вчера мы с женой были на свадьбе, попали на помолвку, и вообще я собирался говорить о семье. Да, неисповедимы пути Господни. Хорошо. Как видите, я вышел безо всего, без записи, без Библии. Почему? Потому что я сегодня больше буду не проповедовать, а буду свидетельствовать о том, как Господь изменил наши отношения с моей женой. Я ее сегодня специально вытащил, ягодку-галинку. Радость моя, как ее в телефоне у меня записано, но это действительно радость моя, вот, которую Господь мне дает. Это действительно она, моя радость. Потому что, когда я прихожу домой, меня встречает кто? Радость. Слава Богу. Вот. Мы, как наша семья, родилась 25 сентября 1993 года. Мы почти 26 лет женаты с Галей. И мы женились не по любви, я честно скажу. Я, как честный мужчина, был обязан жениться. Вот. Да, и поэтому у нас, естественно, взаимоотношений, ну, были никакие. Через пару месяцев я вообще в армию ушел. В общем, через полтора года нашей совместной жизни я уже имел жену, которую не знаю, и сына, которого не видел. Вот. У нас так началась совместная наша жизнь. Естественно, мы, еще и мы жили так. Я жил в Череповце в общежитии, она жила у своей мамы в деревне. В общем, я приезжал по выходным навестить жену, справить, так сказать, естественные надобности. Вот. И уезжал. Все. У нас, в принципе, как бы обоих это все устраивало. Но, все равно, мне хотелось бы, ну, как, жена там далеко, что-то редко вижу. Дело молодое, хочется почаще с женой быть. Я ее стал всячески в город вытаскивать, вытащил. И на свою, и на ее голову. Почему? А потому, что мы же вообще разные люди. Вот. И, естественно, у нас начались очень сильные конфликты. Мы очень много ругались, мы очень много обижали друг друга, мы дрались. И, в основном, все это делал я. Вот. Такой монстрик небольшой. Ну, да. И, знаете, вот, к 24-м годам я стал уже полным пессимистом. Почему? Потому что, как вот в песне у Владимира Кузьмина есть такая у него тема, но в жизни счастья нет и нет любви. Вот. Для меня это было уже все, это как бы не нужно этому было мне ничего доказывать. Я четко знал, что именно в жизни все вот так вот. Естественно, я думал, ну к чему же все идет. Я стал искать, я молился. Я реально, я был неверующим. Я плакал дома и просил, Господи, помоги. И Господь помог, я покаялся. Я пришел в церковь. Вот. И, знаете, что, вот в моей жизни что-то изменилось, но в наших отношениях с Галей ничего не поменялось. Просто я убедился по Писанию, что я всегда прав. Я прав. Ну, потом я звал Галю в церковь, говорю, пойдем со мной. Она говорит, да нет, ну почему, потому что, ну, она реально меня боялась. Она всячески старалась минимизировать наши с ней взаимоотношения и убежать от меня. То есть уехать к маме в деревню, еще куда-то. А тут еще я ее в церковь с собой зову, куда еще-то. То есть нет, ни в каком случае. Но здесь помог счастливый случай. Брат Сергей Мифольч решил жениться. Да. Помнишь, да? Что ты решил жениться. Вот. А я тогда пел уже в прославлении, и Сергей и Люба пригласили нас со всей группой. А я Сергея Мифольча даже и не знал. Вот. И сказали, ну, там, приглашаем вас в ресторан. И мне кто-то сказал, приходи туда с женой. Я говорю, я потащу неверующего человека на свадьбу к верующему человеку, которого я даже не знаю. Ну, я набрался смелости, подошел к Любе. Я говорю, мне вот сказали, что можно с женой. Я говорю, конечно, приходи с женой. Я помню тогда, Люба. Конечно, конечно, приходи с женой. Я пришел к Гале. Говорю, Галя, пойдешь на свадьбу в ресторан? Ну, а слово ресторан в то время, в 97-м году, это для нас было что-то из другой галактики. Вот, тем более, это был ресторан Декема, по-моему, на тот момент самый новый, да? Да? Не помнишь? Я вообще, как бы, это мой первый ресторан. Я думаю, слушай, Галь, вот ты на свадьбу к людям пойдешь, а на венчание не будешь. Ну, как-то неправильно. Я говорю, пойдем на венчание. Ну, давай, говорит, пойдем на венчание. Ну, в общем, взяли мы ее. Там сестры подключились, вытолкали ее на покаяние. Вот. Закосы приволокли к алтарю. Она покаялась. Я думаю, ну, сейчас заживем. Сейчас заживем. Зажили. У нас, как в том анекдоте было. Когда приходит мужчина к пастору и говорит, что пастор не знает, что с женой делать. Ты что? Ну, говорит, что, скандалит, ругается постоянно. Я, говорит, я не могу что сказать. А, говорит, ты ей ничего не говори. И ты просто, как она начинает, а ты на это ей словом Божиим. Словом Божиим. Говорит, ну, хорошо. Потом приходит, так что? Ну, говорит, что, что, ну, вообще уже беда. Болеет постоянно, с головой проблемы. Что такое? Да, я сажу, посмотрю. Приходит пастор, да. Жена-то, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та на него там. А муж ни слова не говоря подходит. Берет Библию и хрес ей по голове. Тапук, пала. У нас примерно так же было. Потому что я же по Писанию все, да. По Писанию я прав. И жена должна бояться мужа своего. У нас все по Писанию было. То есть, у меня жена боялась. Вот. И не дай Бог, она меня бояться не будет. И я ее еще больше устрашу. Вот. У нас такая веселая жизнь была. И, знаете, вот честно говоря, было не до смеха. Честно. Почему? Потому что вот тогда мы, я везде как бы, куда меня не звали, я везде. Там вот, цементный завод, песчаный карьер, да. Всюду я там. Юнгализация там. Служение здесь. Еще где-то здесь. Вот. И как в той песне. Тут за день так на кувырка и сидишь. Домой придешь, там ты сидишь. Вот. И, ну, ругань была. Опять ругань, ругань. То есть, верующая семья. И у нас в этом, в нашей церкви, да, тогда начались супружественные всю жизнь семейные служения. И нам все говорили, вам надо пройти там обучение. Вам надо пройти, пройти. Я говорю, что мне там, что вы мне хотите там рассказать? Я все знаю. Причем не только знаю, я все это применяю. Я практика, не теоретик. И что вы меня можете научить? Я никак, я не хотел. Я говорю, что по-пустому тратить время? Нечего там делать. Ну, а там проводились такие организационные вечера. И Галя приходит мне и говорит, слушай, я записал на нас на организационный вечер. Я говорю, зачем? Я туда не пойду. Я же тебе уже много раз говорил, я туда не пойду делать, там мне нечего. Она говорит, а я уже деньги на чай сдала. Я говорю, ну вот. Жаба подкралась незаметно. Я говорю, ну что, придется идти отъедать деньги-то. Ну, меня там уломали. Я записался. Глава, давайте, давайте. И так, что-то думал, ну вот, если к этим людям пойдем, ну нормально пообщаться. Ну, вообще не к тем записали. Я опять, ну что, хотелось там с людьми пообщаться. Ну, кого-то не знаю, да и ну как бы неинтересные люди. И, в общем, я не знаю, какого мега супер долго терпения Бог дал этим людям, которые были нашими наставниками на тот момент, но они меня вытерпели. Почему? Потому что я больше, около года им действовал на нервы на этих обучениях. Не они меня учили, я их учил сидел. То есть, они читают, что-то объясняют. Я говорю, нет, не так. Надо так. И вот так. И этак. В общем, ну, знаете, под самый-то под конец, я увидел, что вот те пары, которые были с нами, они что-то свидетельствуют. Они что-то рассказывают интересное. Что-то у них меняется. Я тогда понял, что я что-то не догоняю. Что у меня что-то не хватает. Что-то я где-то упустил. Они что-то взяли, а я нет. Как это так? Я же духовный еврей. Мне что же надо? И больше. Я тогда Гале сам предложил. Слушай, Галь, давай еще раз придем. Второй раз. Видели бы глаза и наших наставников, и ее. Человек, который сидел и говорил, что это вообще не надо. Ничего, тут сам говорит, давайте еще раз. Но мы с ней прошли, и знаете, действительно, отношения наши поменялись к лучшему. И я думал, ну все, мы получили то, что хотели. И так прошло около 10 лет. И вот сейчас самое интересное. Буквально 5 лет назад у меня такая ситуация началась в жизни, что я опять. Одно служение, другое, третье, пятое, десятое. Галя тоже служила, она в детском служении, но до сих пор там служит, слава Богу. И мы с ней стали опять ругаться. Причем ругаться очень жестоко. Знаете, какие мои претензии были к жене? Что она слишком много времени уделяет служению. Мои упреки были. Мы ругались реально над этим. И вот в одно воскресное утро по обыкновению своему, собираясь на служение. А обыкновение у нас было какое? Собираясь на служение, мы обычно ссорились. Это у нас было обыкновение наше. В воскресенье. То это забыли, то там одежда не готова, то еще что-то. Всякие вот мелочи, мы постоянно ссорились. И вот настал такой кульминационный момент, когда я просто уже, ну тогда не сдержался, и мы опять потрались. Якон церкви, тенор в хоре, лидер книжного служения. Что еще там у меня было? А, председатель общественной организации защиту жизни семейных ценностей Вологодской. Все вроде назвал эти регалии, да? Звоню Гуэлла, я сегодня не приду петь в хоре. Я не могу, у меня проблемы. Я не приду. Я реально не пошел. Это был первый, единственный раз, ну на данный момент, когда я без какой-либо уважительной причины не пошел в церковь. Вот. И когда мы с Галей пришли, чтобы наши вот эти вот все, ну поговорить. Единственное, что мы тогда научились, это пытаться хотя бы нормально разговаривать, без всяких упреков. Я говорю, слушай, давай жить тогда отдельно. Неофициально, разводясь, просто отдельно жить. Ты там, я здесь, ну или я там, ты здесь, мы будем жить отдельно. То есть я деньги буду отдавать там, с детьми буду заниматься, но я так больше жить не могу. Ну, жена моя не согласилась, слава Богу, она сказала, сейчас ты там один, а я тут со всеми детьми. Нет. Ни в коем случае. И ситуация, ну, я говорю, а что нам тогда делать-то с тобой? У нас такой кризис был, реально кризис, это пять лет назад всего было. Вот. Я говорю, слушай, еще есть выход, говорю, давай еще раз на семейку пойдем. Он говорит, давай. А больше нечего делать-то. Ну, я позвонил Ильичу, Галле, Саше, говорю, нам надо пройти семейку. Когда мы пришли туда, я им все рассказал. То есть вот как вот было, так и есть. Ну, некоторые моменты. Да нет, там, по-моему, мы все рассказали, да? Все рассказали. Вот. Мне было стыдно. Почему? Ну, я уже все регалии назвал, да, на тот момент. Вот. Я думаю, ну, что, все, крах полный, да? А через какое-нибудь, через некоторое время они мне говорят. Нам Бог сказал, что вы должны стать нашими помощниками. Я говорю, какими еще помощниками? Ну, что? У меня песчаный карьер, у меня цементный завод, у меня там, этот, силикатный завод. То есть у меня, на мне сколько? У меня времени просто нет на это. Я не могу. Говорит, ничего не знаем. Надо. Надо, Федя, надо. Мама. Мама, да? Как там? Вот. У меня примерно так же было. Я говорю, ну, что, надо, так надо, сказали, так будем делать. И, в общем, мы стали с Галей делать. И знаете, какое я получил откровение? Наши отношения не просто, они восстановились, они еще лучше, к лучшему, еще больше к лучшему изменились. Но я увидел очень такую классную вещь, как исцеление людей. Их сердец исцеления. Не физическое, душевное, духовное исцеление. По-настоящему исцеление. Я, вот если бы мне кто-то сказал 20 с лишним лет назад, что я буду своей женой восхищаться, наслаждаться, всячески стараться ее увидеть, провести с ней время, я бы ему что-то сделал и сказал, что так и было. Почему? Потому что я в это не верил. Я в это не верил. Я считал, что не может такого нас изменить. То есть, в наших отношениях не может Бог никто изменить. Никто не сможет изменить это. Но вот сейчас я стою здесь, на этом месте. Я говорю, нет ничего невозможного Богу. И даже более того, я могу сказать следующую фразу. Знаете, вот местописание из Библии. Не видел того глаз, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, да? Правильно? Ну, обычно это говорят о том, что человек нас на небесах ждет. Но я получил откровение, что не видел того глаз. Мой глаз. Не слышал от того мое ухо. И не приходило то мне на сердце, что приготовил Бог ко мне, мне и ей. И знаете, я вот знаю, что нет предела совершенству. Вот это тоже я увидел. Если отношения хорошие, они станут еще лучше. Мне когда, ну, я вот всегда людей говорю, идите на семейное служение, идите. Я говорю, да что нам, у нас так все хорошо? Я говорю, будет лучше. Потому что я убедился в этом, на своем примере. Много свидетельств мы слышали. Будет еще лучше. Было хорошо, станет еще лучше. А стало лучше, станет еще лучше. И так до бесконечности. Я вот это, я увидел, я получил откровение. Что отношения можно совершенствовать. Их можно улучшать в семье отношения. Они не должны застывать на каком-то определенном этапе. Они могут улучшаться. И я не скажу, что мы, знаете, сейчас день и ночь сидим друг за дружку, глядя друг на дружку. Да, там, а-а-а, си-си-си, мы-си-пу-си, да. Вот, миленький мой. Нет такого. Нет такого. Но когда у нас происходят взаимоотношения какие-то, там конфликт, у нас есть конфликт. Ну вот, не знаю, они куда-то моментом уходят. Мне очень нравится служить моей жене, когда ей нужно это. Я знаю, что ей очень нравится служить мне. Мы с благодарностью принимаем друг от друга это. Мы ценим это. Мы не говорим, что ты мне недостаточно что-то сделала. Или ты мне недостаточно что-то сделал. Мы ценим то, что каждый делает друг для друга. Это очень важно. Быть благодарным. Если я ей что-то рассказываю, прихожу, Галя, прости меня. Так-то, так-то, так-то я сделал. Она меня прощает, а я ей благодарен за это. Если она мне что-то говорит, Саша, прости, вот так и так получилось. Я говорю, я тебе благодарен, солнце мое, что ты мне сказала об этом. Это очень важно. Ценить. Очень важно. И я, знаете, еще очень таким вещам научился. Мы пытались много раз с женой молиться вместе. И у нас не получалось. Причину я, знаете, в чем увидел. Ну, знаете, даже так получалось, что ссорами заканчивались наши совместные молитвы. Потому что, когда мы начинали молиться вместе, мы обычно... Ну, обычно я вел молитву, да? Я обычно манипулировал женой молитвой. То есть, я стал молиться, начинаю молиться, Господи, благословим мою жену, чтобы она вот это не делала, вот это не делала, а вот это делала, а вот так вот такой была, а вот такой не была. Ну, и Галя, она тоже так же молилась. Просто делала так, чтобы я не слышал. Вот эта манипуляция в молитве, она зачастую приводила именно к ухудшению наших отношений. То есть, она нас не сближала, она нас разделяла. Или там начинаешь молиться, и говоришь, вот как в Слове Божьем сказано, и начинаешь проповедовать вместо молитвы. Вместо того, чтобы попросить Господа, благодарить Его, начинаешь проповедовать в этой молитве своему супругу или супруге. Вот. Это очень важно, когда двое понимают, что нельзя друг друга обижать, оскорблять даже в молитве. Даже Словом Божьим. Чтобы голова не болела, да, и без сознания не падал никто. Потому что это действительно так. Мы, знаете еще что, вот мы очень часто, ну, не часто, а всегда практиковали, ну, я видел вот эту практику и у других людей, когда люди встают друг к другу, обращаются друг к другу, берут за руки, мы просто предлагаем людям и говорить, я не враг тебе. Я тебе не враг. Аминь. Аминь. Ну, я сейчас ее спросил, а не тебя, Василия Семеновича. Почему? А потому что мы одно целое. Мы одно целое. И как моя рука может быть врагом другой моей руки? Или как две моих руки могут быть врагом голове? Они одно целое. Не может одна рука там другую щипать, да, просто так, ну, я тебя сейчас, я тебя сейчас, а другая сюда пошла, да. Не может такого быть. Это неестественно. Вот поэтому раздоры, раздражение, гнев, ярость, крик, злоречие, вот это все, это неестественный ход взаимоотношений в семье. Это неестественный, Бог так не задумывал. Бог задумывал совершенно другое. Мир, гармония, радость, счастье, веселье, улыбки, шутки. Вот это Бог задумал в отношениях. А все остальное, это уже не от Бога, не от нас. Это враг. Враг, который приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Он приходит украсть, убить и погубить. Приходит украсть счастье, убить любовь, погубить отношения, погубить веру в сердцах людей. Он приходит за этим. И самое главное, он всегда бьет по самому больному, по близкому человеку. Я знаю, я это все прошел. По самому больному бьет всегда сатана. Почему? А потому что, как вот в Писании написано, что Адам и Ева были наги друг при другом и не стыдились. А наги, они были не только в физическом плане, но и в духовном, в эмоциональном, душевном. Они были открыты друг при другом. Полностью были открыты друг при другом. Не было никаких тайн. Они были полностью открыты друг для друга. Не боялись друг друга. Не боялись. Они не были врагами друг другу. Они не были врагами друг другу. Но когда пришел грех, они что сделали? Шили смоковные листья. Стали прятаться друг от друга. Вот когда грех приходит в жизнь человека, грех приходит во взаимоотношения, тут же происходит именно вот это. Начинают шить смокомные листья, прятаться друг от друга, закрываться. Тайны появляются какие-то, еще что-то. Этого не нужно делать. Это враг делает. Это делает враг. Он приходит украсть, убить и погубить, разрушить. Его дело разрушить, его дело принести несчастье, принести страдание, принести скорбь. Принести тесноту. Я это все прошел. А она еще больше прошла. Она стесняется. Она могла вам много чего рассказать. Это действительно так. Поэтому, если вы вместе молитесь, не пускайте его в ваши отношения. Не пускайте. Как только приходит какой-то гнев, раздражение, ярость. Просто посмотрите друг на друга и скажите, я не враг тебе. Враг он. Мы знаем, кто это делает. Поэтому против него и восстанем вместе. Как Писание-то? Пойдут ли двое, не сговорившись, да? И еще что-то там есть. А, лягут двое спать, и не холодно им будет, но это я своими словами. И нитка скрученная втрое. А что втрое-то, почему? А? Бог. Бог будет. Вот если нитку взять, мы, кстати, вот совсем недавно показывали этот пример. Мы сейчас проводим это обучение, знаете кому? Своим детям. Причем, которые живут в другой области. По скайпу. Это вообще что-то новое. Я когда сказал, люди говорят, что-то не то делаете. А как по-другому-то? Там помощь нужна. Реально помощь нужна. И тем более они в церковь не ходят. И бога толком не знают. Ну, гена наш, он еще более-менее в церкви вырос, он что-то знает. А его жена, она как бы неверующая. Тяжело, представляете? Но они сказали, давайте, давайте. Потому что нам нужно очень. Они там вот год с чем-то живут, и у них уже проблемы в отношениях. А я как им могу помочь-то? Что я им могу? Я не психолог. Я подручный столевара. Я знаю, с чем чугун от стали отличается и все. И много всяких вот таких вещей я знаю. Но как помочь в семейных отношениях, я не знаю. И вот самое, знаете, что интересно? Я очень благодарен Богу, что каждый раз, когда мы приходили вот на эти занятия, были люди, которых, ну не то чтобы я не уважал, а во мне не было, ну как, у них не было такого авторитета для меня. То есть я как бы, я не могу сейчас сказать, что это вот были такие люди, которых я ценю, которых там вот, что они вот своими там советами еще что-то сделали. Нет, нет, я не скажу, что я их не люблю, я их люблю. Но вот в духовном плане, да, может быть, в каком-то вот наставническом плане, я бы не сказал, что у меня, что у них есть какой-то авторитет для меня. Знаете, почему я так говорю? Я не хочу их принизить, их действия. Я хочу сказать только то, что все, что у нас случилось, наших вот, в улучшении наших взаимоотношений, там действовал Господь Духом Святым. Там никакое это обучение, потому что, вот мы, когда в повторные разы проходили, я сижу читаю, ну я уже несколько раз все это читал. Я в Библии много раз это читал, я Библию читаю каждый день. Сколько раз я ее целиком прочитал, я даже не знаю, со счета сбился. Больше 30 раз, наверное. Я все это знаю, что там написано. Меня не надо вот, ну опять же то же самое, я все это знаю. Но вот то помазание Духа Святого, которое исходит вот для исцеления, сердец, оно реально вот чувствуется, вот эти чудеса происходят. Чудеса исцеления. И я серьезно говорю вам, перед вами стоит человек, который когда-то говорил, что это пустая трата времени, что такого быть не может, что все там неправильно, и заниматься этим не нужно. И заниматься этим не нужно. Вот я сейчас стою перед вами и говорю, нужно. Надо, Федя, надо. Еще хочу сказать, знаете, это не какие-то чудеса, тут и работать надо самим. Счастливый брак, это действительно, пахать надо. Пахать. Это тяжелый труд. Но он восполняется. Знаете, как вот тяжелый труд, когда кто-то работает, работает, он получает воздаяние, он понимает, что он не зря трудился. Вот и здесь то же самое. Поэтому укрепите сердца свои. И не давайте врагу сеять ваши взаимоотношения. Грех. Сеять то, ради чего он приходит. Украсть, упить и погубить. Не давайте ему места. Не давайте место дьяволу. Пусть вас Бог благословит. Давайте помолимся. Слава тебе, Господь всемогущий. Праведный, святой, истинный и вечный. Ты достоин, Господи, всей славы и всей хвалы и всего поклонения. Тебе, Бог наш, Тебе, единому, слава и хвала. Ты, Господь превознесенный. Ты, Господь достохвальный. Ты, Господь, прекрасный и чудесный. Мы благодарны Тебе, Отец Небесный. Что милости своей Ты окружил нас. Что любовью своей Ты окружил нас. Что сердца наши, Господи, наполнены силою, благостью, любовью Твоей. Что здесь, на этом месте, Дух Святой. Что здесь, на этом месте, мы находимся в Духе Твоем Святом. И мы чувствуем, Господи, Твое действие, Твое дыхание, Господь. Когда Ты приходишь к нам, исцеляешь нас. Исцеляешь нас духовно, душевно, физически, Господи. Ты даешь нам разумение видеть, где Ты, Господь. Куда Ты ведешь нас. И Ты открываешь нам волю Свою. И Ты благословляешь нас. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нас всегда. Благослови нас, Господи, пребывать в руке Твоей. Пребывать в силе Твоей. Пребывать во власти Твоей, Господь. И за все воздавать Тебе, великому Богу. Великому Богу, превознесенному Богу, воздавать хвалу, воздавать поклонение, воздавать Тебе всю славу и честь, Господь, потому что только Ты достоин. Мы благодарим Тебя, Господи, за наши семьи и просим Тебя, Господь, благослови, благослови мужей, чтоб любили своих жен, благослови жен, чтоб были покорны своим мужьям, благослови во имя Иисуса Христа, чтобы сила Твоя являлась в нас исцелением, исцелением душ наших, исцелением взаимоотношений наших, Господи, и славу Твоей, Господь, благослови во имя Иисуса Христа, чтоб во всем, во всем прославлялось Твое Святое Имя, ибо Ты великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот, когда слушаешь такие свидетельства, то как можно сказать, да, что, а где Бог? Очень часто бывает, люди говорят, а где Бог? Мы не верим. Вы знаете, почему в Библии сказано, что они, то есть мы, то есть верующие, они победили его, кого его, дьявола, чем? Кровью Агнца и словом свидетельства. Вот слово свидетельства, оно является таким очень мощным орудием, базукой такой, которая разрушает всякие твердыни, которые строят сатана. И когда ты слушаешь свидетельства, то ты понимаешь, что вот нет такой ситуации, из которой бы не было выхода. Хотя я думаю, что в жизни каждого из нас были, а может быть есть такие ситуации, когда мы, такое ощущение, что ну выхода нет. Я думаю, что у многих из присутствующих такие ситуации были, да. И когда мы на самом деле вот открываемся для Бога, вот как это было вот в этом свидетельстве, да, когда ты понимаешь, что ну ты сам не можешь ничего, и ты позволяешь Богу начать действовать в твоей жизни, то начинает все меняться. У Бога есть всегда выход. Это просто вот такое, знаете, вот вдохновление. Я уверен для тех, кто сегодня в каких-то сложных обстоятельствах жизни находится. Всегда есть выход. Всегда есть выход. И я думаю, что вот таких свидетельств будет все больше и больше в нашей церкви. И я вот слушал Сашу, да, и как бы вспоминал то, что как бы вот какой путь вот мы проходили. У нас были тоже очень большие сложности. Такой же был кризис, да, и слава Богу, Бог нас из этого вывел. И что бы ни было вот сегодня в твоей жизни, будь то это семейная жизнь, или может быть это какие-то финансовые сложности, чего тоже, кстати, хватает, вот я вижу, Бог силен тебя вывести. Просто доверяй Ему, доверяй Ему, и проси мудрости, и проси водительства. И не делай это сам. Вот то, о чем мы говорили в самом начале служения. Не делай это сам. Делай это вместе с Духом Святым. Тогда все будет хорошо. И вот я хотел бы тоже коротко сказать, буквально пару минут, о том, что вот в нашей жизни буквально несколько дней назад наступил тоже такой, знаете, вот прорыв. Мы вышли из долгого, 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 долгого финансового рабства. Это было больше семи лет, наверное, лет десять, как мы начали двигаться. И я знаю, что есть у нас такие люди, которые сидят в таком же рабстве. И я просто вас вдохновляю, что выход есть. И этот выход, вот как Саша сказал, да, что это было непросто, это было долго. И я могу сказать, в нашей жизни тоже этот выход был непростой и небыстрый. Это был долгий и даже местами мучительный. Но я знаю точно, что вот этим путем нас вел Бог. Он нам помогал, вдохновлял, давал возможности. И зачастую, опять же, то, что я вижу, когда случаются в нашей жизни какие-то сложности, мы склонны уповать на быстрое решение вопросов. Знаете, как мы путаем Бога с волшебником в голубом вертолете, который. Мы хотим, чтобы было все быстро и легко. Но зачастую Бог, я понимаю, что у Него есть масса возможностей, но чаще всего Бог не делает быстро и легко. Почему? Потому что иначе мы не сможем научиться. Мы не получим того опыта, который нам в дальнейшем поможет избегать вот таких вот ловушек. И в нашем случае, когда 7-8 лет назад была такая ситуация, когда не было выхода из тех долгов многомиллионных, которые образовались в результате моего бизнеса, и я не знал, что делать. И первое, что я начал делать, спасибо моим друзьям, которые мне помогли, спасибо моей жене, это я начал молиться. Первое, начал молиться. И когда один из братьев в Москве, такой муж Божий на самом деле, он молился за меня и сказал, Бог тебе поможет, Он тебя проведет и выведет. И с тобой ничего не случится, все будет хорошо. Я подумал, слава тебе, Господь, все. Сейчас все случится, вот так вот. Но потом он сказал, но быстро и легко не будет. В конце так добавил такую заметочку, которая меня так сильно огорчила. Вначале было хорошо, а потом стало как-то печально. Все будет хорошо, но легко и быстро не будет. Вот тебе и здрасте. И на самом деле быстро и легко не было. Но я, кстати, очень Богу благодарен за этот опыт. Я думаю, что и Саша тоже может с Галей сказать, что спасибо за этот опыт, за вот этот долгий опыт. И то, чем они могут теперь помочь и послужить другим людям. И я могу сказать спасибо Богу за вот этот опыт, который мы получили. И это на самом деле очень сильно нас изменило. Это очень сильно изменило наши отношения и друг к другу, и к Богу, и вообще к разным сферам нашей жизни. И знаете, вот, и Бог, как всегда, Он остался верен. Этот выход случился. И вот, и слава Богу. Бог есть. Слава Богу. Да, ну Игорь, ну я хотел бы дополнить Игоря. Он, ну у него долг был такой большой, что не знаю, можно ли говорить. Да, сколько, 5 миллионов или 7 миллионов? А, у него было 7 миллионов, знаете, долго. И он, ну, это было сколько-то лет назад. И когда мы с ним встретились, ну там как-то он мне сказал об этом, я у него спросил, что ты собираешься делать? Ну, и, ну знаете, можно же бегать от долгов, там, скрываться от долгов. Разные есть варианты, да? Вот, или там, знаете, как кто-то говорит, все, кто мне должен, всем прощаю, знаете. Вот, то есть, а он сказал, что, говорит, я принял решение, что я буду трудиться и отдавать долги. Знаете, я сказал, ну, может, про себя сказал, у тебя все получится, ты сможешь, ты, ну, ты отдашь. Вот, потому что я знал тоже другие ситуации, когда, ну там, один человек верующий, там, ну, давно верующий, у него были тоже большие долги, и у него появился такой, как бы, бизнес, вот, на горизонте, и он рассчитывал, что он сейчас большие суммы получит. Я у него спросил, ну, и этот человек, в том числе, и мне был должен, да, я спросил, а какие у тебя планы, когда ты вот заработаешь, вот те большие деньги, которых ты мечтаешь, он сразу сказал, дом построю, машину, и внутри у меня, вдруг я внутри услышал, ничего у него не получится, знаете, ничего. И, на самом деле, так и произошло, там, катаклизмы наступили, и, в общем, у него, он еще больше в долги влез, ну, в итоге, ну, тех, тех действий. Просто есть правильное, знаете, отношение, правильное, это понимание, вот, этого вопроса, то есть, от долгов, ну, не надо прятаться, долги надо отдавать, это, это по-христиански, это правильно, знаете, а кто там пытается, что, о, Господи, сделай так, чтобы мне простили, это все дьявольщина, понимаешь, то есть, там ждать, что тебе там сейчас все простят, и все такое, то есть, знаешь, вот, у меня, я вот для себя решил, даже если бы мне простили, я бы все равно бы отдавал бы, знаете, и вот я бы пахал бы с утра до ночи, работал бы, но долги бы отдал бы, да, вот это, ну, моя позиция, вот, это правильная позиция, знаете, это божественно, и Бог поддержит такого человека, Бог поможет такому человеку, с другой позиции, я не знаю, это не о Божьих людях, знаете, когда там, пусть мне простят, пусть мне еще чего-нибудь, да, и вот Игорь позвонил мне несколько дней назад, и сказал, поздравь, я, ну, все долги отдал, представляете, 7 миллионов, вот, то есть, большая такая сумма, слава Богу, давайте мы сейчас склоним голову и помолимся, да, Отец Небесный, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, благослови вот то слово, которое мне предстоит сейчас сказать, и Дух Святой, пожалуйста, прикоснись к каждому из нас, измени нас, Господь, преобрази нас во имя Иисуса Христа, и, Отец, я прошу Тебя, благослови, вот, я буду говорить о молитве, и дай нам, Господь, научиться молиться, и дай нам осознать важность молитвы во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Дух Святой, открой нам это откровение, и измени нас, Господь, сегодня, чтобы мы вышли отсюда с правильной позицией, чтобы мы стали людьми молитвы во имя Иисуса Христа, всю славу и честь отдаем Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу, аминь, аминь. И я хочу сегодня, да, продолжить говорить о молитве, о важности молиться, вот, и одно из мест Писания, которое я хочу с вами прочитать, это 9 глава Евангелия от Луки, сегодня у нас, к сожалению, нет возможности высветить, но я бы хотел, чтобы вы еще и дома его прочитали внимательно, 9 глава, запишите себе, ну, или, ну, запомни сложно, 9 глава, 28 стиха, после сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна, Якова, взошел он на гору помолиться, и когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белой, блистающей, и вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, и явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме, Петр же и бывшие с ним оттягочены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним, и когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три куща, одну тебе, одну Моисею, одну Илье, не зная, что говорили, когда же он говорил это, явилось облако, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глаз глаголищей, сей, сын мой возлюбленный, его слушайте, да, вот, и я хотел бы вам показать вот это место, смотрите, какие важные слова, то есть Иисус берет три, трех ведущих своих учеников, самых лучших, которых, ну, он брал, которым он особое внимание, да, всегда уделял, это был Петр, да, здесь написано Петр, Иоанн и Иаков, и он зашел на гору помолиться, сын Божий, знаете, пошел помолиться, то есть, если сын Божий нуждался в молитве, то мы с вами, ну, тем более, нуждаемся в молитве, и нам нужно молиться, и я объясню, да, в ходе проповеди, еще, еще раз, почему нам важно, для чего нам важно, и он пришел на гору помолиться, и послушайте, какие важные слова, вот, когда он, когда молился, 29 стих, вид лица его изменился, одежда его сделалась белую, блистающую, да, я хочу вам сказать, братья и сестры, если мы начнем молиться, ну, по-настоящему, не так, не для галочки, там, на ночь, не просто, Господи, благослови, этот супик, этот салатик, там, да, чтобы не отравиться, там, еще, не знаю, вот, принимаюсь благодарностью, и так далее, а когда по-настоящему, да, мы начнем молиться, мы начнем меняться, и вы знаете, я вот, ну, наблюдаю, там, и за собой, в том числе, я вот, сожалею, да, вот, ну, о том, что я не имел, да, откровения о молитве, и мало времени уделял молитве, если бы я молился, то и моя жизнь, мое бы служение, было бы гораздо на лучшем уровне, моя жизнь была бы более святой, более чистой, более использованной Богом, но покуда мы не молимся, и сейчас я вижу, да, проблему, ну, во всех церквях, это, да, вот, ну, вологодчины, в том, что люди просто не молятся, вы знаете, что бы мне ни говорили, они молятся, молятся ритуально, молятся для галочки, молятся так, там, знаете, и чаще молитвы наши, дай, подай, подай, дай, такие, знаете, мы попорошайки, просто, да, кто-то из нас уже давно-давно не задавал вопрос, Бог, а что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя, а перед этим бы вопрос, хорошо бы задать, Бог, а покажи мне на мои грехи, что мне стоит оставить, что мне, в чем мне стоит покаяться, где мне надо измениться, знаете, как мне преобразиться, как, чтобы лицо мое преобразилось, чтобы мои одежды, ну, духовные мои одежды преобразились, знаете, нам нужно начать вот эти, Богу, вопросы задавать, и если мы начнем молиться, мы начнем, начнем преображаться, и вид лица нашего, и одежды наши, будут белыми, блистающими, и когда он там молился, на горе преображения, именно в тот момент, вот знаете, удивительно, когда он молился, Вы знаете, к нему пришли два мужа, Илья, это были два самых лучших представителя Ветхого Завета, лучше их никого не было, знаете, это был Илья и Моисей, они пришли, они беседовали с ним, да, получается, их было трое, Иисус, Илья, Моисей, и был еще Яков, Иоанн, Петр там на горе, и это были лучшие представители Нового Завета, знаете. И Иисус, наверное, может как-то так хотел сказать, братья, пойдемте покажу лучших представителей Нового Завета, и он заходит, знаете, за камень и смотрит, и даже не то, что смотрит, а еще и за камня было слышно храп, храпят три молодца, знаете, он заходит, может даже пнул камень какой-нибудь, чтобы шум какой-то, они проснулись, ничего не понимают и говорят, давай три дома построим, знаете, с просонья начали бред какой-то говорить, вот, и знаете, Бог нам специально показывает вот это место, знаете, чтобы мы не идеализировали людей, вы слышите, никогда не идеализируйте людей, большая ошибка, допустим, католической или православной церкви, что они стали идеализировать людей, а не Христа, люди все ошибаются, люди грешны, люди ленивы, люди, ну, вот они вот такие вот, да, и не надо их идеализировать, то есть Иисус заходит и видит храпящими трех лучших представителей, ну, тогда уже Нового Завета, и я думаю, что если бы Иисус сейчас, ну, воплоти бы вернулся, он бы тоже бы обнаружил, к сожалению, спящую церковь, знаете, потому что церковь, ну, по крайней мере, в России, или не знаю, вот, ну, я вижу, я наблюдаю это, я наблюдаю это, в первую очередь, в своей жизни, что она спящая, знаете, она в состоянии сна просто находится, и нам надо пробудиться от сна, нам нужно начать молиться, нам нужно начать молиться, чтобы преобразиться, нам нужно понять, что, послушайте, вот они, вот Иисус взошел на гору, стал молиться, и пришел Иоанн, ой, пришел, то есть Илья и Моисей, вы знаете, что-то начало происходить в жизни Иисуса, особенно, когда он начал молиться, когда Захария, отец Иоанна Крестителя, он взошел в храм для каждоднения, он был священник, у него была мечта, знаете, в его жизни, он хотел, чтобы у него был сын, но его жена была престарелая, уже, ну, в годах, он был такой, уже не молодец, да, но когда он вошел в храм, написано, и когда он стал служить там, явился ангел, вы знаете, вот именно в тот момент он пришел, когда Иоанн, ну, Захария, то есть он молился, и у него исполнилась его мечта, у него родился Иоанн, Иоанн Богослов, которого знает весь мир, знаете, весь мир, который на протяжении всех двух тысяч лет, его знают, его знают, о нем знают, потому что это величайший человек, да, Иисус говорил, да, про него, что он и всех рождаемых женщин, женщинами не было более великого, чем Иоанн, и это, ну, когда он молился именно, братья и сестры, вы знаете, но если ты не молишься, у тебя не может родиться Иоанн, у тебя не может, знаешь, что-то, одежда твоя сделаться белыми, блистающими, лицо твое не изменится, жизнь твоя не изменится, знаешь, если ты Богу не будешь говорить, Бог, прости меня, если ты не будешь себя сравнивать с десятью заповедями, да, просматривать свою жизнь, может, ты лукавишь, может, ты лжешь, может быть, ты блудишь, может, ты воруешь, может быть, ты не почитаешь мать и отца, и тебе надо покаяться, понимаешь, потому что Бог грешника не слышит, да, мы не спасаемся благодаря десяти заповедей, я знаю об этом, но мы должны свою жизнь сравнивать с десятью заповедей, Как женщина смотрится в зеркальце и поправляет свой внешний вид, так же и нам следует смотреться в 10 заповедей и поправлять свой духовный вид. Но если ты не приходишь к Богу в молитве и не просишь об этом Бога, ты не преобразишься. Я не преображусь, никто не преобразится. Нам нужно приходить к Богу в молитве для того, чтобы преобразиться. И я хочу так же вам сказать, знаете, вот там на горе преображения был Моисей. У него было две мечты. У него была первая мечта, когда он был здесь на земле, увидеть славу Божию. И Бог ему явился, он показал себя, но он сказал, ты не можешь увидеть моего лица, потому что если ты кто увидит моего лица, тот умрет. И он просто поставил его в расщелине, и он проходил мимо, и он как бы немножко как со спины увидел. И у него была еще другая мечта, войти в землю обетованную. Но он ослушался, когда он ударил, вместо того, чтобы сказать горе, чтобы она дала воду, он ударил несколько раз. И гора дала воду, но Бог сказал, за твое непослушание ты не войдешь в землю обетованную. Вы знаете, Бог добрый, и Бог исполняет мечты. Представляете, этот Моисей, он стоял на земле обетованной. Он стоял, но вокруг, так сказать, народ был Божий. Ну, не вокруг его буквально, а вокруг, он жил, он находился, он стоял на той обетованной земле, в которую он мечтал войти. И он увидел славу Божию, потому что величайшая слава Божия – это Иисус Христос. Он увидел Иисуса, и не просто увидел, а разговаривал с Ним. И Бог исполняет мечты наши, когда мы молимся. И знаете, мы с Денисом Гомоненко, мы были по работе в Вытигре, на этой уже прошедшей неделе. И мы ходили в такую церковь, хорошая, но строгая такая, 50-ническая церковь. Десять детей там у пастора, как вот наш Николай с Анной. И хорошая такая церковь, но строгая такая, хорошая. И я там говорил слово, и пастор тоже говорил слово. И он говорил, знаете, вскользь о любимой моей главе, ну, одной из моих любимых глав в Библии, это книга Деяний, 10 глава. Вот, и он говорил о, давайте я прочитаю, покажу вам Деяния, да. Он говорил о Корнилии, да, это первый язычник, который уверовал, это первый язычник, который спасся. И он говорил о Петре, вот. И знаете, что я увидел? Послушайте, я прочитаю, 10 глава с 1 стиха, послушайте. «В Кесаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый итальянским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Скажи, «всегда молившийся Богу», да. Послушайте, «Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий, он же взглянув на него, испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои», услышите, мои братья и сестры, «молитвы твои и милости твои пришли на память перед Богом». «Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемый Петром, он гостит у некого Симона Кожевника, который дом находится при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Знаете, я увидел, вот Дух Святой, ну там в Итигре, он мне показал, он говорит, «Посмотри, что-то удивительное, что-то особенное произошло в жизни Корнилия, потому что он молился. И когда он молился, к нему пришел ангел». Знаешь, но если ты не молишься, ну к тебе не придет ангел, не придут тебе изменения, не придет тебе, если ты не молишься, твое лицо не преобразится, ну духовное лицо, твои одежды не станут блистающими, если ты не молишься, понимаешь? Если ты не молишься, не жди ничего от Бога, не жди ничего такого особенного, знаешь, не жди преобразования своей жизни или спасения своих родственников и так далее. но Корнилий он молился, и ангел пришел и сказал ему, что он призвал Симона, да, и если мы посмотрим про Симона, там та же ситуация была, послушайте, 9 стих, на другой день, когда они шли, а, так, да, давайте с 9 стих, на другой день, когда шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, то есть, когда они шли, это кто они шли, это Корнилий отправил в этот город, там расстояние 60 километров, говорят, он отправил слуг своих и воинов, чтобы пригласить Петра, и вот написано, когда они шли, вот эти люди шли, вот, то Петр, он взял и он зашел наверх дома, что он сделал, помолиться, опять помолиться, знаете, и послушайте, и почувствовал он голод и хотел есть, между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящего к нему некого сосудка, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла, опускаемое на землю, в нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающие птицы небесные, был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь, но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого, тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым, это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо, когда же Петр, недоумевая в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот, и крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемым Петром, между тем, как Петр, размышляя видение, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их, вы знаете, что тогда это произошло, вообще это великое событие было, дело в том, что Петр и вообще Первый Апостол, они считали, что спасение только для евреев, и только евреи могли спастись, вообще Корнилий, ну кто не знает, это первый язычник был, который спасся, то есть первый, ну не еврей, язычники, это все, все язычники, это все, кто не евреи, да, кто не из народа Божьего, и он первый был спасен, и Бог в молитве, опять же, когда, слава Богу, за молитву Петра, знаете, слава Богу, что он молился, и когда он молился, к нему, ну он увидел видение, и в этом видении ему было объяснено, чтобы он никого не считал нечистым, то есть, чтобы языческие народы он принял, и он бы, если бы не это откровение, он бы не принял бы этих людей, поверьте, потому что иудеи, он даже потом, когда в дом Корнилия пришел, он сказал, вы знаете, что иудеи с язычниками не сообщаются, но Бог мне открыл, Бог мне открыл в молитве, он был преображен, как когда-то Иисус преобразился, да, на горе преображения, так вот, Петр, он преобразился от вот этого видения, он был преображен, и он уже никого не считал нечистым, он уже мог спокойно разговаривать с этими людьми, он пригласил, он пришел к ним в дом, он зашел, он проповедовал, и когда он проповедовал, рассказывая об Иисусе, о том, что он умер за грехи человечества, был погребен и воскрес на третий день, когда он сказал эти слова, написано, Дух Святой сошел на Корнилия и на его дом, и они начали молиться на иных языках, и он сказал, если что мешает их тогда крестить, и они были крещены, ну, в воде, и Петр остался, там написано несколько дней, и он был преображен, и я хочу вам сказать очень важную фразу, запишите, это не мне принадлежит, а там великому человеку, молитва нужна не для того, чтобы измениться, изменить что-то снаружи, а изменить тебя внутри, слышите, молитва нужна не для того, чтобы изменить что-то, ну, снаружи, но молитва нам нужна для того, чтобы нам измениться внутри, молитва нас преображает, как преобразила Петра, да, когда, во время молитвы, и вот, и мы часто просим поменять обстоятельства, но не себя, к сожалению, нам надо просить изменить себя, а не обстоятельства, Бог бывает попустает, знаете, те или иные обстоятельства, я сегодня тоже, вот там, в откровение получил, знаете, бывает у кого-то бессонница, поднимите руку, у кого бывает бессонница, да, у многих, знаете, я хочу сказать, когда у тебя бессонница, ты имей в виду, что Бог попускает ее для тебя, он хочет просто поговорить с тобой, он не находит времени никак, у меня была тоже бессонница, но я не мог этого понять, что Бог со мной хочет просто поговорить, и я молился, я каялся, там, чего-то думал, праведнику дается сон, там, ну, все такое, но я просыпался каждый день долгие, долгое время, в три ночи, я просыпаюсь, у нас, знаете, у нас спальни, там, ну, у нас такие часы, они, ну, как бы высвечивают на потолке время, ну, поняли, да, ну, такие часы, вот, и мне видно, то есть, и в темноте сколько времени, то есть, вот, я просыпаюсь, три часа, опа, опять три часа, я не мог уснуть, знаете, и я понял, что Бог просто хотел пообщаться со мной, мне, и надо мне было просто пойти в другую комнату, встать на колени, ну, или просто сидеть, пообщаться с Богом, поговорить с Ним минут 30-40, и я мог бы спокойно уснуть, и хватило бы того времени, которое это, поэтому, братья и сестры, если у вас есть такое, да, в вашей жизни, то не переживайте, не беспокойтесь, просто уделите это время молитве, да, и, знаете, я еще, запишите тоже, это не мне фраза принадлежит, но мне очень понравилась такая, уделяйте молитве лучшее время, чтобы избежать худшее время, вы слышите, уделяйте Богу лучшее время, чтобы избежать, ну, худшие времена, ну, или времена в своей жизни, вот, и я хотел бы также вот поговорить с вами, о том, что, ну, вот, о важном, что тоже, послушайте меня, если не внесем время для молитвы в расписание своего дня, его никогда не появится, если мы с вами не внесем в расписание своего дня время для молитвы, для общения с Богом, его никогда у вас не появится, знаете, вот, если люди, которые говорят, я буду много молиться, там, я буду, там, вообще, там, постоянно молиться, я вот, я же библейский человек, постоянно молитесь, знаешь, то есть, если ты не выделишь время, вот, какое-то определенное, ты не будешь молиться, это по опыту, это, знаете, это уже проверено, там, ну, вот, тысячи лет, там, вот, и поэтому я хотел бы вам сказать три наиважнейших вещи, почему нам нужно, ну, молиться, вот, еще раз, да, ну, не еще раз, что-то я повторю, то, что я на том собрании говорил, ну, вот, первое, запишите, если, да, вот такое в поучении, вы знаете, у Бога есть потребность, большая потребность в общении с нами, вы знаете, вот, запишите, что у Бога есть потребность, почему нам важна молитва, потому что молитва – это духовный разговор с Богом, у Бога есть потребность поговорить с нами, пообщаться с нами, чтобы мы вот вошли в комнату, закрыли дверь, вот очень важно, да, вот это, и чтобы у нас была вот эта личная молитва с Богом, то есть личное вот это общение, когда вы будете разговаривать. Вот всемогущий Бог, казалось бы, который ни в чем не нуждается, знаете, но у него, оказывается, есть большая нужда, это нужда мы с вами, и мы были созданы с вами для того, чтобы ему, Богу общаться, он создал нас по образу и подобию своему, знаете, он создал нас единственными существами, которые умеют разговаривать, никто больше не умеет разговаривать, да, кроме человека, вот. И поэтому это очень важно осознать, и Бог ждет нас, чтобы с нами поговорить, Он хочет поговорить с нами, Он хочет сказать нам что-то, Он хочет, чтобы мы Ему сказали, да, вот. Вот, и вот, когда мы остаемся, да, один на один с Богом, и мы разговариваем с Ним, Бог радуется, знаете, Бог счастлив, и не зря Иисус, да, Он написано, бывало, что целые ночи, ну, вот Библия много мест говорит о том, что Он целые ночи, Он поднимался, уединялся где-то, ну, на гору, и Он всю ночь, ну, пробыл в молитве, ну, с Богом. Вот, и нужно научиться получать удовольствие от молитвы, но если не молиться, то, ну, никогда, как бы, его и не получишь, да. Второе, запишите, что через молитву, запишите, через молитву и только через молитву мы можем быть очищены от грехов наших. Через молитву и только через молитву мы можем быть очищены, чтобы, вот. И нам необходимо каяться в своих грехах, обнаруживаемые, обнаруживаемые посредством десяти заповедей. Нам нужно каяться в своих грехах, братья и сестры. Проблема церкви вот сейчас, это состоит в том, что мы, ну, мы чрезмерные в такой, в благодати. Ну, это псевдо-благодать такая, что вот, мы спасены по благодати, и вообще, и все нам можно, да, не все нам полезно. И вообще, человеку присущно, знаете, видеть грехи другого человека, но ему, ну, присуще не видеть своих грехов. И нам нужно, вот, искренне, открыто, перед Богом, со слезами, может, да, вставать на колени и анализировать себя. Может, открыть десять вот этих заповедей и прогнать себя через десять заповедей, что называется, да. Посмотреть, нет ли идолов в нашей жизни, ну, стоит ли Бог на первом месте в нашей жизни, или, может, там, игры стоят, или, может быть, эти деньги стоят, может быть, карьера стоит. Не знаю, много чего, может быть, стоять на первом месте, футбол, хоккей, там, еще какие-то вещи, да. Но стоит ли Бог на первом месте? Нам нужно проанализировать себя, и особенно мужчинам, да, я говорил на том собрании об этом, что, ну, не живем ли мы в блуде или в плюбодействии, да. То есть, имеем ли мы, ну, чистый взгляд и чистое отношение, если этого нет, ну, нужно, ну, работать над собой и каяться, да, вот, в своих грехах. Также очень важно, знаете, чтобы мы анализировали себя на то, что, может быть, у нас есть кто-то, кого мы ненавидим. И я вам хочу сказать, у меня, я делился с вами, у меня десять лет был человек, которого я ненавидел, просто я ненавидел. И я хочу вам рассказать тоже такую историю, там, ну, про одного пастора, он говорит, что ко мне, говорит, ходил один человек в церковь, да, и этот пастор, он помогал этому человеку много, когда тот находился, ну, там, в трудных обстоятельствах, вот, и потом этот, ну, человек ушел в другую церковь, да, и как-то раз этот пастор, ну, решил зайти в эту церковь, которая там рядышком собиралась, он поднялся и встретился, и они стали беседовать, и оказался тот человек, который ходил в церковь вот того пастора, он ненавидит его. На что даже, ну, этот пастор стал спрашивать, а что ты, что я сделал тебе, почему ты меня ненавидишь? Но тот ничего не отвечал, вот, я хочу вам сказать, что некоторое время назад, я не буду называть там ни имя, ни фамилия, вот, до этого человека уже нет в живых, вот, мы были, ну, в общении в таком, да, в пасторском, это был человек пастор, да, и он ненавидел свою тещу, он был ее так ненавидел, что он был готов ее убить, наверное, знаете, вот, мы там с другими пасторами говорили ему, ты что в своем умеешь, как ты вообще можешь так жить вообще, как ты можешь вообще быть пастором, ну, и вообще, как бы вообще, как вообще это может быть? И он говорил, вы не живете с моей тещей, а я там живу, там, ну, трали-вали, вот это все. Слушай, я хочу сказать, какая бы у тебя ни была теща, есть заповедь Божия, знаешь, которая говорит, что почитай мать и отца, а вы женой двое-одна плоть, когда вы становитесь двое-одной плоти, вам почитать нужно не только свою мать, но и свою тещу, потому что это без разницы становится, понимаете, что теща, что мать это одинаковое становится после того, как люди вступают в брак, поэтому дьявол, враг души человеческой, он обманывает человека, он знает слова Бога, который сказал, что он обещает тому, кто будет почитать мать и отца, он даст долгую и хорошую жизнь, и он прекрасно знает, что есть другие слова, которые Богом не сказаны, но это из текста можно понять, что те, кто не будет почитать мать и отца, те не будут иметь ни хорошую, ни долгую жизнь, поэтому многие люди на земле из-за непочтения к матери и к отцу имеют нехорошую и недолгую жизнь на земле, но это можно изменить, но изменить это можно только в молитве, вы слышите? Когда ты приходишь к Богу и говоришь, Бог, прости меня, я не хочу у тебя хлеба до хлеба простить, я хочу у тебя попросить очищения, святости, праведности, я хочу покаяться, что я свинья просто, или по-цыгански балычо, балычо, да, по-цыгански, что я просто хрю-хрю, нехороший хрю-хрю, некошерное животное, и мне надо покаяться перед тобой, да, попросить у тебя прощения, да, попросить по-арабски поросенок ханзир, вспомнил. Араб нам сказал один, я говорю, как поросенок по-арабски? Он говорит, послушай меня, я скажу, но никогда никого так не назови, потому что тебя просто убьют, если ты назовешь кого-то из арабов поросенок. Я говорю, ладно, скажи, я никого из арабов называть не буду, только русских. Да нет, так вот, надо сказать самому, честно, да, Богу, что Бог, вот на себя посмотреть, знаете, мы так людьми, других обсуждать, осуждать, рассказывать, разговаривать, там, посмаковать, облизать его, знаете, вот, все косточки, все, вот, все, выкинули, следующие, знаете, ну вот, но нам так не стоит делать. Поэтому только через 10 заповедей, да, вот, ну вот эти 10 заповедей мы можем смотреть себя, как, я уже повторяюсь, как женщина в зеркальце и поправляет свое, да, ну, часто вы видите, может, да, женщина достает зеркальце, и она что-то поправляет, там, глаза, или носик пудрит, еще что-то делает. Так вот, и третье, запишите, третье, это очень важно, что через молитву, и запишите, только через молитву, мы можем разрушить дела дьявола. Знаете, только через молитву разрушаются дела дьявола. И мне нравится вот это место послания Ефесянам, да, когда там написано, что наши, 6-12, да, Ефесянам, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мероправительных тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вот, то есть, и смотрите, наша брань, то есть, когда мы молимся, вот, мы по утрам здесь собираемся, да, да, мы молимся, вот, выходят сюда братья или сестры, и бывает, мы молимся против рака. Мы говорим, дух рака, убирайся прочь, дух гриппа, убирайся, ну, из нашей стороны, из города, да, всякий дух нищеты, убирайся. У Бога есть много благословений для каждого человека, Он может нас, знаете, обеспечить всем необходимым, вот, но зачастую дьявол, и вот, он препятствует в этом, и препятствует очень сильно. Он, Бог хочет дать исцеление, но, опять же, дьявол препятствует этому исцелению. И дьявол действует в двух направлениях, вот, запишите, запомните, дьявол действует в двух направлениях. Он пытается подавить действия Божьи, то есть, дьявол подавляет, да, есть страны, такие страшные страны, есть голод. Представляете, у нас на земле сейчас 7 миллиардов людей на земле, да, проживает, уже почти 8 даже, ну, вот, ну, говорят, да, больше, ну, вот, почти 8. Ну, я просто вчера был в музее воды, ну, в Санкт-Петербурге, вот, и там сказали, что 7 миллиардов, но, она сказала, ну, более 2 миллиардов людей на земле нуждаются просто в питьевой воде. Они не нуждаются, ну, они нуждаются, конечно, еще в больше чем, но они нуждаются в обычной питьевой воде, им нечего пить, они молятся, да, и говорят, Бог, дай воды, вот, нам нечего пить, не то, что мыться, просто нету, ну, чистой, пресной воды. И дьявол, он влияет на это, и влияет на страны, на определенные, да, где не почитают Бога, не поклоняются Богу, и дьявол, там, есть страны, где господствуют. Понимаете, вот, вот Советский Союз был, дьявольщина, знаете, да, кто-то скажет, там было много чего хорошего было, я жил там, да, я знаю, но, знаете, без Божия, ну, притеснялась церковь, не давали верить, там, в Бога, да, и при этом голод был какой-то, ну, в магазинах, у людей деньги были, в магазинах ничего не было, сейчас, конечно, наоборот, там, все в магазинах есть, денег нет. Но, знаете, Бог хочет, чтобы было баланс, и в магазинах было, и деньги были, вот. И дьявол действует двух сторон, он подавляет, во-первых, действие Божие, и второе, он подавляет молитву верующих людей. Знаешь, вот, вот встань на колени помолиться дома, у тебя сразу мысли полезут, чайник не выключил, утюг не выключил, надо маме позвонить, тете позвонить, там, еще дяде позвонить, сходить туда-сюда, а ты не поел, не попил, там сразу начинает тебе в комнату кто-то заглядывать, знаешь, в общем, все начинается, движуха, когда приходит молитва, вот, но когда приходит молитва, дела дьявола будут разрушены. И я хочу вам рассказать такое завершение, историю, которую Йонгичо рассказал, он говорит, ну, пастор самой большой церкви в мире, он говорит, я проповедовал там по всему миру, но я, говорит, пережил японскую оккупацию, когда был ребенком, и были, ну, оккупационные войска японские, и они издевались над нами, и, говорит, и последняя страна, в которую бы я хотел бы ехать, а вообще бы я в нее вообще бы не хотел ехать, это была Япония, вот, и как-то раз Бог, говорит, сказал мне в молитве, он сказал, я хочу, чтобы ты поехал в Японию, и приобрел для Христа 10 миллионов человек, и он сказал, Господь, я не хочу в Японию, я, это та страна, куда я вообще не хочу, и он говорит, я сказал Богу, отправь мою тещу туда проповедовать, ну, вот, я не хочу туда ехать, ну, у него теща такая верующая, молитвенница, вот, Бог сказал, все-таки послушай меня, я твой начальник, и ты должен мне повиноваться, я тебе сказал, ты должен поехать туда, и он говорит, я был послушен, и пришло приглашение с Японии, и когда, говорит, я вышел за кафедру, и там сидели несколько, ну, я не знаю, сотен, или там уже тысяча, там, японцев, и он говорит, у меня был материал, была Библия, я встал, посмотрел на них, и вдруг в каждом из них я увидел тех солдат, которые издевались надо мной, и он говорит, и я не мог ничего начать, не мог ничего говорить, я стоял, просто молчал, и смотрел на них, и он говорит, я простоял 5 минут, и молчал, и просто на них смотрел, говорит, прошло 10 минут, уже стало всем в недоумении, ну, представляете, я бы сейчас вышел бы, и 10 минут бы стоял, молчал бы, у меня всего тут 20 минут для проповедей, 30, вот, и он, говорит, потом я сказал, говорит, посмотрел на них, сказал, говорит, люди, я вас ненавижу, я терпеть вас не могу, потому что я пережил оккупацию, пережил издевательство, вот, и, говорит, и тогда эти люди стали, встали как рычагом, и стали подходить к мне, сжать мне руку, обнимать меня, и говорить, прости нас, прости нас, прости наших предков, прости, вот, все, что за то зло, которое мы сделали, я столкается перед ними тоже, и, говорит, и божественно, как Божья невидимая рука, она вошла, говорит, в мою сущность, и достала вот этот шрам, вот эту рану, и моя душа была полностью исцелена, знаете, то есть, есть действие дьявола, и оно побеждается через молитву, знаешь, если у тебя сын или дочь, ну, или муж у тебя дурит, ну, например, дурит, я имею в виду, там, ну, дьявольщину в какую-то погружается, еще что-то, ну, бывает, знаешь, мой совет тебе, возьми три дня, поставь молитву, ты увидишь, как преобразится, как изменится твой, ну, твой сын, или твоя дочь, или твой муж, или твоя жена, сильно преобразится, все преобразится, или у тебя есть какая-то проблема, да, возьми три дня поста и молитвы, пей воду, просто, ничего, поверь, за три дня ты не умрешь, ничего с тобой даже близкой не будет, знаете, многих из нас даже за три дня не сильно-то и похудеем, такие, как я, так вот, и, но преобразится, через молитву, через, и, когда ты будешь молиться, ты, ну, кайся, да, о своих грехах, воюй с дьяволом, запрещай дьяволу, да, и будет преображение, вот, и вот, я хотел бы, чтобы мы в завершении, да, помолились сейчас с вами, вот, и, братья и сестры, тоже, когда вы молитесь, да, или я, я молюсь, я сегодня очень хорошо так помолился, и я просто прошел, знаете, я, путь Иисуса Христа, я имею ввиду, ну, в мыслях, в молитве, и вы также можете, когда вы молитесь, да, вы можете представить, вот, как Иисус, Он шел, ну, когда Он родился, потом, когда пришли пастухи, потом пришли волхвы, вот, представляете, удивительное дело, мужики солидные, умные, вот, как Саша с бородой, я думаю, были, вот, и они в шелковых одеждах, потому что они были очень богатые, были знатные эти люди, ну, вы скажете, с чего ты взял, откуда ты знаешь, ну, ты знаешь, Путин, допустим, не встречается с кем-либо, да, но когда особенные люди приезжают в нашу страну, он встречается, написано, царь Ирод встретился с ними, с этими людьми, да, вот, и они приходят, Иисус уже тогда было несколько месяцев, знаете, заходит, ну, караван такой идет целый, верблюды, лошади, возможно, да, слуги, охранники с копьями, с мечами, с кольями, там, и вот эти солидные мужики, они заходят в тот дом, там написано, это не в хлеву же было, это в хлеву пастухи пришли, он заходит, и лежит маленький ребеночек, три месяца, может, четыре месяца, мальчик, да, они встают на колени перед Ним, они кладут перед Ним золото, ладан, смирну, да, поклоняются Ему, вот, как это все удивительно, я сегодня, когда, ну, молился, я проходил, да, вот этот путь, я представлял это все, вот, и вы можете от рождения Христа в молитве проговаривать, проговаривать, это укрепит вас, возвысит вашу веру до распятия, до вознесения Иисуса Христа, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, но когда вы будете размышлять над этим Словом Божьим, то тогда, ну, молитве, да, будет преобразование ваше, и, конечно же, еще, еще раз хочу сказать, братья и сестры, нам нужно покаяние, нам нужно изменение, у нас хватает грехов, нам нужно понять, что, да, мы спасены, мы, мы спасены, но мы грешные люди, и мы живем в грешной, в грешном теле, да, в грешной плоти, и нам нужно покаяние, нам нужно очищение наших грехов, нам нужно это, и нам нужно не замазывать все грехи, давайте мы сейчас встанем и помолимся, да, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за сегодняшнее Слово, благодарим Тебя за проповедь Саши, за свидетельство Игоря, что Ты вывел его из всех долгов, мы благодарим Тебя за все, за все, за это слово о молитве, я прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, благослови, чтобы молитва поднялась в наших жизнях, чтобы мы выделили каждый день время для молитвы, взяли для себя обеты, молиться, молиться и дай нам, Господь, просто начать читать книги о молитве, изучать этот вопрос, смотреть проповеди в Ютубе касательно молитвы многих мужей Божьих, которые говорят о важности молитвы, Господь, мы просим Тебя, прости нам все наши грехи, все наши беззакония во имя Иисуса Христа, дай нам осознать, что Ты хочешь общаться с нами, что Ты ищешь общения с нами, и, Господь, дай нам также, вот когда мы будем молиться, сравнивать себя с десятью заповедями, если мы видим, что какой-то грех есть в нашей жизни, дай нам исповедовать его, покаяться в этом грехе, во имя Иисуса Христа, благослови, благослови, Господь. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, также дай нам, научи нас в молитве быть воинами, противостоять делам дьявола, прогонять дьявола, дай каждому мужчине стать священником в доме своем, и молиться за своих детей, за своих жен, за своих матерей, быть как воином, воином, священником, который защищает свою семью, защищает свою страну. И также, Господь, благослови наши молитвы за нашу страну, за начальство и власти, как Ты нам сказал, молиться за всех людей, за церкви, чтобы они росли. Господь, я знаю, когда придет молитва в церкви, придет духовное пробуждение, то, которое мы ждем, но когда придет молитва, тогда придет прорыв. Я прошу Тебя, Господь, научи нас молиться, как вот Иисус учил своих учеников, Иоанн Креститель учил своих учеников. Мы просим Тебя, Дух Святой, дай нам новые откровения о молитве. Научи нас молиться во имя Иисуса Христа. Благослови, пожалуйста, нас, благослови, благослови. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, благослови наши семьи. Давайте мы скажем, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости все наши грехи, все-все наши беззакония. Омой нас драгоценной кровью, Иисуса Христа, Сына Божьего. Научи нас молиться, научи нас воевать, научи нас общаться с Тобою, Господь. Во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, разрушь все дела дьявола в наших жизнях. Избавь нас от лукавого. Во имя Иисуса Христа, мы верим и исповедуем, что кровь Иисуса омывает нас и омыла нас от всякого греха. Мы верим и исповедуем, что ранами Иисуса Христа мы исцелены от всякой болезни. Мы верим и исповедуем, что мы освобождены от всякого рода проклятий. Мы благодарим Тебя, Господь, за Духа Святого, которым мы наполнены. Благодарим Тебя, Господь, за свет Божий, которым мы наполнены. Преобрази наши жизни. Отец, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя. В этой молитве мы прощаем всякого человека, который чем-либо нас обидел. Во имя Иисуса мы благословляем всех людей. Слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу. Давайте мы перейдем к вечере. Давайте перейдем к вечере. Сегодня у нас вечеря Господня. И слава Богу за вечерю, за жертву Иисуса Христа. Благодаря только жертве Иисуса Христа мы получили прощение наших грехов. Мы получили избавление от наших грехов. Я сегодня, знаете, тоже, когда молился, размышлял, я думаю, если бы не Иисус, то у нас бы с вами не было бы надежды на спасение. Представляете? У нас не было бы надежды на вечную жизнь. У нас не было бы надежды на исцеление наше. И благодаря жертве Иисуса Христа мы имеем все вот эти обетования, благословения, спасения. Кто-то говорит, имеют ли там мусульмане или буддисты или еще кто-то. Я говорю, я не берусь за это судить. Я знаю точно, что я имею. Вот это для меня более важно. Я знаю, что те, кто принял кровь Иисуса, те, кто верят в кровь Иисуса, они тоже имеют жизнь вечную и прощение всех своих грехов. Вот это точно знаю. Иисус нам заповедовал, когда Он был еще здесь на земле, Он собрал своих учеников. И Он сказал, делайте это в мое воспоминание. Когда Он взял чашу, да, и Он благословил, и Он дал ученикам, Он сказал, пейте, это кровь Нового Завета. Потом Он взял хлеб, преломил его, и Он сказал, ешьте, это тело мое, да, за вас ломимое. И мы, когда евреи были здесь, ну, до прихода Иисуса Христа, так Богом было установлено, чтобы ему получить прощение за свой грех, ему нужно было взять овечку, прийти к священнику. Когда священник убивал эту овечку и проливал кровь, и потом он отдавал, ну, часть там овечки брал, сжигал, ну, и приносил в жертву эту овечку, и объявлял этого человека чистым и святым. Во время пасхальной жертвы они обязательно должны были есть эту овечку, как бы соединиться с этой овечкой. Когда Иисус был здесь на земле, он пришел креститься к реке Иордан, то его троюродный брат, которого звали Иоанн Претечий или Иоанн Креститель, он увидел его, и он сказал, вот агнец Божий, который берет грехи мира на себя. То есть Иисус – это наша овечка, наша жертва, которая взял, ну, Иисус взял на себя все наши грехи, понимаете? И вечеря нужна для того, чтобы нам с этой овечкой соединиться. Сейчас мы не едим, ну, вот, ну, мясо, да, как бы как ели евреи, которые когда первую Пасху делали, да? Пасха наша Христос, заклан за нас. И сейчас мы соединяемся с Богом благодаря вот этой жертве. То есть мы берем кусочек тела, это прообраз, кусочек хлеба, это прообраз тела Иисуса Христа. А вот этот сок, ну, мы используем на вечере сок, не вино. Но мы, этот сок виноградный или, ну, плод виноградного дерева, да, плод виноградного плода, мы используем, это является прообразом крови Иисуса Христа. То есть тело и кровь. Вот из чего состояла овечка. Она состояла из плоти и из крови. И вот мы также едим это, и мы соединяемся с Иисусом. И это очень важное соединение с Иисусом, потому что Иисус это стопроцентная радость, любовь. Это стопроцентная святость, праведность. И Иисус взял наши болезни на себя, Он взял наши беззакония на себя, Он взял все наши грехи, ошибки. И когда мы соединяемся с Иисусом, то мы становимся святыми и праведными. И нам нужно правильно принимать вечерю, нам нужно осознавать, что Иисус, на Его тело было нанесено 39 ударов, жестоких ударов плетью. И Он был распят. То есть Его тело, Он взял все наши болезни на себя. И когда мы будем принимать сегодня вечерю, когда вы возьмете хлеб, послушайте меня, вы скажите, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты взял все мои болезни. Услышьте меня, скажите, я верю. Это и есть то место, когда написано в Коринфянам, что кто не рассуждает о теле Господнем, там ноги болеют и немало умирают. То есть рассуждать о теле Господнем, это осознать, что Иисус своим телом взял все свои жертвы. Он взял все наши болезни. Вы слышите меня? Поэтому вы будете сегодня здоровы после принятия вечерей. Это придет в вас, это придет исцеляющая сила. Не от меня, не от кого-либо, а от Христа. Благодаря Христа. Понимаете меня, да, о чем я? Поэтому нам нужно рассуждать о теле Господнем. Давайте мы помолимся за хлеб. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за тело Твое, за этот хлеб. И мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, и дай нам, Господь, с трепетом, с почтением принять тело Твое во имя Господа Иисуса Христа. Также, Господь, благослови, пожалуйста, все эти чаши во имя Иисуса Христа. Да, благослови, Господь, нам принять кровь Твою, Нового Завета, с почтением. И, Господь, когда мы будем принимать кровь и тело, дай нам исповедовать нашу веру в то, что Иисус взял все наши болезни, все наши проклятия на Себя. Он освободил нас, исцелил нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою исцеляющую силу. Я прошу Тебя, Господь, после этой вечери, чтобы каждый получил божественное исцеление. Во славу Твою. Аминь. Сейчас мы прославим Бога. Я преломлю хлеб, и потом Ашер разнесут его. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех. Кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все. Все, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Все, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех. Кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все. Все, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Все, что мне надо. Все, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Давайте, братья и сестры. Кто-то принял уже, а кто-то сейчас. Мы все вместе можем принять. Мы верим Господь, что это исцелит нас и приблизит нас к Тебе. Благослови Господь нам принять тело Твое и кровь нового завета. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Давайте мы примем. Все, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Для Тебя поет душа моя. Я в присутствии Твоем руки поднимаю. Ты в сердце моем. Ты в сердце моем. Всей душой Тебя, мой Бог, благословляю. Ты в сердце моем. Ты в сердце моем. Я в присутствии Твоем руки поднимаю. Ты в сердце моем. Всей душой Тебя, мой Бог, благословляю. Ты все во всем. Все, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Все, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Братья и сестры, у меня есть несколько объявлений. Во-первых, у нас... Ну, присядьте, да. Завтра, ну, и всю неделю у нас 7 утра до 8 утра молитва, да. И... Да, и также вечером один раз, ну, в понедельник в 18.30 у нас молитва. Вот. И, пожалуйста, приходите, да. Вот особенно, ну, не пожалейте ни денег там, ни времени. Вот. Я очень большое откровение получил, когда, ну, я вот это местописание получил, что прочитал, и у меня открылось, написано, что кто любит... ну, не люби спать, чтоб тебе не обеднеть. И я понял, что, знаете, есть духовная бедность, она намного страшнее, чем финансовая бедность. Вот. И поэтому я, ну, стараюсь, да, приходить всегда, да, на собрание и... ну, на утреннее. И также вас призываю, да, то есть не пожалейте, ну, вы не пожалеете, и вы увидите, как много-много изменений. Я, вот, знаете, у меня сейчас вот такое сожаление появилось, и оно у меня появилось, сожаление, что я раньше, ну, мало внимания уделял молитве. Вот такое, знаете, вот прямо думаю, жалко, что... ну, слава Богу, что я не могу исправить прошлого, но я могу настоящее исправить. И, может, вы что-то не понимаете, не умеете молиться, приходите, научим, объясним, то есть с 7 до 8 утра. И также у нас, я скажу еще буквально, да, уже в конце, послушайте меня, я очень хочу, чтобы спасалось много людей, да, и я хочу, чтобы, ну, я думаю, это и ваше желание, я хотел бы, чтобы у нас из нашей церкви вышло множество других церквей еще. Потому что хорошо бы, если бы у нас сейчас было бы 10 церквей, или хотя бы 3 были, там 4-5, и, ну, там собирались бы люди, кто-то в одном месте, кто-то во втором, кто-то в Заречье, кто-то на Фанере, допустим, собирался, кто-то в 104 микрорайоне, ну, к кому ближе. И тогда была бы возможность больше людям участвовать, и, ну, если бы у нас было бы сейчас 10 церквей, и в каждой из них было бы по 100 человек, то у нас было бы уже 1000 человек, да, вот. Вот, поэтому я для себя твердо принял решение такое, что я хочу не быть монопастором таким, знаете, только вот таким, как, знаете, как пасторская звезда такая вот бывает, что вот он один такой, и все, его убери, и все, как, знаете, как Жириновский, есть ЛДПР, убери Жириновского, и ЛДПР нету, да. Ну, вот, и для этого нам нужно, чтобы у нас поднимались новые служители, новые пасторя, вот, для того, чтобы вот эта мечта, вот это желание, оно воплотилось в жизнь, ну, чтобы у нас возникло много церквей, нам нужно, чтобы у нас было много пасторей, много групп прославлений, много детских служителей, то есть работы хватит для всех. И также очень важны в этом деле домашние группы, вот. И вот у нас есть Виктор Павлович, подойдите, да, пожалуйста, вот, он, у него есть большое желание и начать, да, вот, у нас молитвы, домашние группы. Ну, когда люди бы собирались по домам, изучали Слово Божие, когда бы общались бы, молились бы друг за друга, пили чай, общались, как-то помогали друг другу. И я хотел бы, чтобы у нас это распространилось, да, и чтобы у нас было множество домашних групп. И если, я верю, что любая из этих домашних групп, она может впоследствии перерасти, ну, просто в церковь и стать нормальной, полноценной церковью, да. Ну, как бы это ни было, но нам надо начать с чего-то. И вот Виктор Павлович, я, он начинает в среду в 19 часов по адресу Советский 119, да, там что там такое? А, квартира, а, а там, нет, там не указан этот номер квартиры, Советский дом 119. А, да, и вы запишите, ну, вот, телефон, да, его, но кто хочет прийти вот на первую домашнюю группу, да, пожалуйста, подойдите вот к Виктору Павловичу сегодня после собрания, запишите его номер телефона, просто мы хотели это высветить на стену, но сегодня нет этой возможности, вот, и вот Виктор Павлович, он начинает уже, вот, он будет ответственный за домашние группы в нашей церкви, вы слышите, да? И если кто-то из вас хочет тоже проводить домашнюю группу, тоже к нему подойдите. У кого-то, может, есть квартира, ну, где вы могли бы люди собираться, но вы, может, пока еще не уверены сами, как ввести домашнюю группу, не знаете, но вы можете предоставить квартиру, тоже к нему подойдите, запишитесь, он запишет вас. Хорошо? Давайте мы сейчас помолимся, да, за этот вопрос. Отец Небесный, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, Виктора Павловича и вот этот проект домашних групп во имя Господа Иисуса Христа. Мы молим Тебя и благословляем Его как лидера всех домашних групп. Пожалуйста, Господь, используй его на этом деле. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, пусть в нашей церкви будет множество домашних групп во имя Иисуса Христа. Пусть будет целая структура из домашних групп, которые потом перерастут в церкви. Также, Господь, мы просим Тебя, дай нам множество служителей, пастырей, детских служителей, служителей, которые будут в прославлении, которые мы в новой церкви, когда откроем, чтобы вот эти новые пастыря, они пойдут и будут служить там. И лидеры домашних групп, и будут лидеры прославления, и лидеры всех служений будут в этих новых церквях. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, благослови также, Господь, вот эти нужды и все наши нужды, которые мы имеем, мы на руках молитвы сейчас приносим Тебе. И мы просим Тебя, разреши, пожалуйста, все эти ситуации. И, Отец Небесный, особенно мы просим Тебя за наших братьев-сестер, которые сегодня поехали на паспорт, на служение. Благослови, Господь, их дорогу туда и обратно, и всю эту конференцию в Крыму. Благослови, во славу Твою мы просим Тебя. Благодарим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть вас Бог благословит, и наше служение подошло к концу, и нам нужно до пяти часов покинуть этот зал. Пусть Бог благословит. До встречи, да, до новых встреч.